Друзья, приветствую! Михаил из Краснодарского края прислал образцы масла Экстрим ВРЛ 530LG. Значит, это масло имеет самые последние допуски. SP, A7B7, ELSAC 6A. Вот такое описание. Toyota Celica рестайлинговая, T230, кузов 1.8, бензин. Ну и вот сами баночки вот так запакованы, отлично ничего не пролилось. Но после часа борьбы с распаковкой получил вот только такой результат. Баночки липнут к рукам. Совершенно невозможно использовать, поэтому перелью в свою, подпишу. И вот уже перелил, подписал. Можно создавать эталон. Данного масла еще не было, поэтому закладываю пару капель. Сейчас посмотрим, что покажет прибор. Вот такая спектрограмма. Кстати, она, в принципе, она похожа на Mobil 1. Есть полиэстеры. Чуть меньше, чем в Mobil 1. Но да, похоже на 5% в принципе. Значит, далее давайте посмотрим, что намеряет прибор. Подкорректирую. И можно приступать к проверке и отработке. Так, 49% по противоизносным присадкам в Mobil 72. Ну, 70-72, чуть ниже уровень. Ну и понятно, что кислотное завышенное из-за эстеров, щелочное занижено. Поэтому придется использовать данные лабораторные для корректировки. Но там тоже не все просто. Значит, в конце я вам объясню, в чем сложность. Так, отработка. Значит, да, выставил щелочное 9,3 и 2,15 кислотное. Так, селика, как я уже сказал, 1 ЗЗФЕ. 3,7 объема масла. Так, в отработке 65% противоизносных присадок. Нормально. Гликоли нет. Нитрование засветилось желтеньким. Тревожный, скажем так, знак. Сажа на хорошем уровне, 0,02% всего. Так, кислотное 3,08. Наверное, чуть выше, чем ожидаешь от масла с ПАО. Есть какая-то закисленность на этом. Это ближе к гидрокрекингу, честно говоря, такой уровень. Так, 5,4 щелочное. Еще запас есть, но что-то не совсем хорошее. Тем более нитрование. И по воде почти 1600 ppm. Но Михаил потом мне уточнил, что переливали сначала в одну емкость, потом в другую. Первую емкость мыли. Возможно, что здесь, на этом этапе, водой была загрязнена проба. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. Так, ну, здесь вот, кстати, отчетливо видно, что в масле есть ПАО. Такой цвет характерный. Да, есть разжижение. Разжижение 31% для этой средней скорости. Ну, так скажем, чуть выше нормы, я бы вот так оценил, честно говоря. Вот от 38 км в час ожидаешь поменьшего уровня. Тем более Михаил написал мне, что изначально скорость была выше значительно, а потом она уже, вот сейчас она в процессе эксплуатации падает. То есть на начале интервала больше было трассового пробега. Ну и посмотрите, какой прогноз у меня получился. Мои еще нейтрализующие свойства 270 мот часов. Невысокий уровень. И самый главный фактор, вот, оксиды азота, это вторая. Значит, если вторая, по второй строчке прогноза, значит, красненькая, то, скорее всего, она прибивает моющие нейтрализующие свойства. Стали выяснять, оказалось здесь под вопросом воздушный фильтр. Очень, значит, много пыли в регионе, особенно вот летом, когда уборочная. И второй момент, что Михаил обнаружил, у него был, не работал клапан вентиляции картерных газов. Вполне вероятно, что это очень сильное влияние оказало. Тем более, что на начале интервала была средняя скорость высокая, выше чем 38 км в час. Вот, и вполне вероятно, вот именно картерные газы сильно окислили в картере масло. Поэтому вот такой прогноз, честно говоря, такой, ну, относительно масла, относительно его стоимости, заявленных характеристик слабовато, честно, на мой взгляд. Вот, ну, и на самом деле, я бы не сказал, что это какое-то очень крепкое масло. По параметрам вроде все красиво, там, и стеры, и пау, вот. Но дельта между кислотом и щелочным, да, кстати, стоит вернуться к этому. Я выставил щелочное 9,3. Вот, это ГОСТ для свежего. Прибор коррелирует с ГОСТом для отработки, а между ними полторы единицы. То есть, на самом деле, корректнее было бы выставить 7,8 здесь, признаю. То есть, я еще и завысил чуть-чуть. Вот, а по кислотному лаба намерила 1,54, но я, как бы, честно, вот, хоть меня убивайте, как, я в это не верю. Я отталкивался примерно от уровня Mobil 1 ESP. Ну, может быть, завысил на, там, на 10,15 сотых. Вот, но никак не 1,54. Не верю я в это. Другие, почему, почему Mobil не может сделать такое низкое кислотное при тех же, грубо говоря, компонентах, а польский завод может. То есть, ExxonMobil, блин, бросайте все, едьте на курсы, блин, повышение мастерства к полякам. Они вас научат делать грамотное масло. Да не, ну, это, конечно, какой-то фонарь 1,54, честно говоря. Вот. Может быть, конечно, я ошибаюсь в чем-то, но не знаю. Хотя здесь, да, если учесть, что уровень противоизноски чуть пониже, вот, наверное, корректнее было бы указать 1,9. Но разница не такая уж большая по кислотному, 0,25 сотых, ну, не дало бы там дополнительное. Тем более, если бы выставил щелочное 7,8, то результат бы, скорее всего, был даже пониже. Вот такой, к сожалению, тест. Ну, еще раз подтверждается, значит, версия, ну, не версия, а, значит, утверждение корректное, что если двигатель имеет какую-то неисправность, ему по барабану какое масло вы заливаете, самое топовое, не топовое, он ушатает любое. Ну, это по аналогии с человеком. Я часто привожу такой пример, что если у нас есть какой-то спортсмен, чемпион мира, там, здоровый, там, и все такое, когда он болеет, анализ крови у него плохой. Также и то же самое с маслом. Вот такой получился тест. Благодарю, Михаил, за предоставленные образцы. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.